привет друзья сегодня тема обтравочная маска вы уже знаете что такое маска и как это работает то есть это ограничение видимости слоя а в данном случае в обтравочной маске все немножечко проще видимость обтравочной маски будет ограничиваться непрозрачностью пикселей базового слоя например у меня нарисован шар сфера сверху этой сферы мы создаем пустой новый слой нажимаем на клавиатуре alt встаем курсором между базовым слоем и будущей маской зажимаем alt и нажимаем левую кнопку мыши теперь мы видим что у нас появился маленький сдвиг иконки слоя и появилась маленькая стрелочка которая и обозначает что теперь этот слой у нас обтравочной маской является вот такая вот изогнутая стрелочка и так это значит что на слое обтравочной маски чтобы мы сейчас не нарисовали видимость этого слоя будет ограничена нашим базовым слоем то есть в данном случае это наша сфера если мы на слое со сферы начинаем рисовать что-то еще то это расширяет видимость и верхней обтравочной маски посмотрите была сфера я у сфера нарисовала еще два пятна и поскольку на обтравочной маске у нас большая клякса такая ее тоже видно на этих пятнах мы стираем на базовом слое и соответственно обтравочной маске это все перестает быть видно мы можем создать несколько масок я создаю новый слой снова зажимаю alt и посмотрите он опять стал немножечко правее ну на нем я тоже что-то рисую но увидите поскольку я рисую на фоне самой самой сферы это все как бы видно но смысл в том что вы в принципе можете сделать несколько этих слоев и они будут все завязаны на базовой мне очень нравится работать обтравочной маской чтобы показать разное освещение например вы потратили кучу времени чтобы нарисовать свой супер объект сделали его в 3d и так далее и вот вам нужно его показать утром вечером днем это совершенно разный свет и его мы можем показать именно обтравочной маской потому что это все будет на отдельном слое это все можно будет поправить например у меня есть вот такой контровой свет с одной стороны допустим это зеленый фонарь и с другой стороны красный фонарь я их даже могу сделать на двух разных слоях и что самое классное сам объект в данном случае это просто эллипс он у меня остается моего цвета мои фактуры то есть все мои изменения будут касаться только двух обтравочных слоев я могу их отдельно поправить по цвету ой смотрите как голубой красиво я могу их скрыть я могу создать новые с другим светом но мой базовый рисунок останется целехонький самые простые примеры которые я уже вам показывала это например создание мокапа мокапа значит в данном случае опять я взяла просто из интернета картинку я могу сделать вырезать прямоугольник создать его и на этом прямоугольнике это даже квадрат у нас получается сделать белый квадрат и этот белый квадрат будет моим базовым слоем сверху этого квадрата я уже помещу любые свои рисунки все что мне хочется через обтравочную маску я напоминаю чтобы создать из слоя обтравочный слой мы зажимаем alt и кликаем между слоями левой кнопкой мыши кроме того вы можете использовать маску для создания отражения в очках вашего героя вы выделяете внутреннюю часть стекол делайте из нее базовый слой сверху помещаете отражение изменяете непрозрачность этого слоя и вот вам пожалуйста все любое отражение можете например на текст текст сделать базовым слоем а сверху поместить не знаю какую-то листву камни сделать с этого обтравочную маску если вам все понятно если вам понравилось и хотите еще ставьте лайк задавайте мне вопросы спасибо вам большое спасибо 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 спасибо